Сейчас начинается вторая часть нашего служения, называется «Бракосочетание». Первая из страницы Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Вначале – Бог». Вот и мы начинаем это всё сначала. «Вначале – Бог». И желаем, чтобы в их жизни было так. Так, каждое начало, каждое мероприятие дома – «Вначале – Бог». «Вначале – Бог». Одного брата забрали за то, что он верующий. Комендатуру продержали, чтобы утром отречёшься от Бога. И утром открывают камеру его и говорят, ну что ты надумал? Он сказал, что Бога, мол, нет, а ты Богу так служишь. А он говорит, без Бога и ни шага. И отпустили его. Он был твёрд, уверен и испытали. «Вначале – Бог». Поэтому моя просьба такая ко всем, а особенно к молодым. знайте, что в начале вашего существования – Бог. В начале вашего дня, который вы будете встречать – Господь. В начале вашего покоя на отдых – Господь. В начале – Бог. Вот это, дорогие друзья, важно знать. Для того, чтобы вступить в брак, есть условия брака. Брак имеет условия. Все вы знаете условия брака? Я вам скажу. Первые условия брака – это соответствие. Да, соответствие. Они соответствуют друг другу. Как вы думаете? Оба члена церкви Христовой, оба молодые, оба любящие, оба достойны того, чтобы вступать сегодня в эту семейную жизнь. Это первое. Соответствие. Второе. Добровольность. Теперь третье условие брака. Третье условие. Благословение родителей. Цель брака. Цель брака. Зачем люди вступают в брак? Дорогая аудитория, слушайте. Создать семью. Цель брака вторая – децентрализовать личность. Все мы люди очень эгоцентричны. Все мы люди, которые любим чрезмерно себя. Поглаживаешь бородку свою, усы у кого есть, гладишь руку под, рукой себя под одеялом. Какой я хороший. Эгоисты мы все. Так заложен, что человек эгоист. В браке должно эту децентрализовать личность. Эгоизм свой немножко разрушить. Он нам очень мешает, дорогие друзья. Эгоизм. Это я, мне, для меня. Так было и в жизни Якова, когда он взял Лию, она родит одного сына. Вот теперь у меня есть радость. Я получила второго сына. Вот еще муж прилепится ко мне. Третьего сына. Вот теперь он будет мой. А четвертого, когда родилась, прославлю теперь Бога. Прославлю я Бога. Это нелегко децентрализовать личность. Это нелегко. Если человек эгоцентричный, то он только думает о себе, дорогие друзья. Есть так мужья, которые даже после себя крошки со стола не сметут. Ждет, пока жена сметет с стола крошки. Есть такие мужья, которые не понимают, что жене чересчур тяжело, чтобы помочь, не участвуют в этом. Дорогие друзья, вы вступаете в такое единство, что один носит бремя другого. Носите бремена друг друга, говорит Господь. Таким образом исполните закон Христов. Третье условие. Взаимоутешение, помощь и общение. Должно быть взаимоотношения нормальные, помощь и общение. И четвертое условие, то есть цель брака, продолжить род людской. Вот я ждал, что ты это скажешь, Юля. Продолжить род людской. Чтобы не только двое были, а чтобы возле вас было еще по десятку. Тогда уже будет хорошо. Продолжить род людской. Крепость брака от чего зависит, дорогие друзья. Крепость брака, когда крепкий брак у людей, зависит от службы друг друга. Служите друг другу любовью. Галат 5, 13. Служите друг другу любовью. А Петр говорит, 4, 10. Служите друг другу тем даром, какой получили. Да, это крепость брака – служить. Второе, что крепит брак – уметь слушать и прощать. кто-то выразился, кто-то выразился, что единство – это уметь слушать и прощать. Если вы научитесь этому, это будет крепость вашего брака. И третье – руководство Божие. Браком должен руководить Господь. Браком должен управлять Бог, дорогие друзья. Поэтому эти условия слушайте. И, наконец, прочный здоровый брак от чего зависит. Прочный здоровый брак от чего? Первое – отделение от родителей. Вы должны отделиться от родителей. В родителях своя семья, у вас должна быть семья своя. Постоянность брачных уз. Не уклоняться от брачных уз. Это Бог установил. Растущее единство и физическая близость. Вот мы с вами, дорогие друзья, прочитали условия брака, цель брака, крепость брака и прочный здоровый брак. Теперь мы, дорогие друзья, прочитаем Библию Святую, вторую главу Бетие книга с 18 стиха и ниже. В 18 стихе что там написано? «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Ну и сказал, и все. Нарисовал проблему или нужду. Бог и принял решение, как это сделать. Бог не только увидит, что человек один, плохо ему одному, нехорошо. И Бог это ликвидирует, эту нужду исполняет. Каким образом? Господь Бог образовал из земли всех животных, полевех и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так было ей имя. Смотрите, что Бог делает. Прежде всего он приводит к человеку всех зверей, скоту, птиц, чтобы как назовет их человек такое название было. Смотрите, если назвали ее волком, так он волк везде, и в Америке волк, и в Германии, и у нас. Это было великое служение Адама и Евы назвать всех зверей по их, так сказать, поводу. Приходит жирафа к нему, посмотрел, шейка высокая, большая, погладил, не мое. Лань подходит к нему, он тоже видит, какая ласковая лань. А вы знаете, что написано дальше? Да. Чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек именовал всем скутам и птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. Да, дорогие друзья, вот человек, что сделал большой, гладил каждое животное, оно с ним разговаривало, но, соответственно, не нашел. И что Бог дальше говорит? И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из праха взятого человека жену и привел его к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, потому что взята от мужа. Вы знаете, почему называют жены? Если бы мы на языке еврейском говорили, взята от мужа. Взята от мужа. Вот мы сегодня видим двоих людей. Сейчас мир немножко перевернулся. Грехи так их увели, что они не соблюдают то. Бог сотворил человека, написано, мужчину и женщину сотворил их. Он не сотворил только однополого человека, а двухполых. Мужчину и женщину сотворил их. Да. И сказал, взял из ребра и сказал человек, вот эту плоть от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, потому что взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут двое, одна плоть. Брак. Что такое брак? Мы немножко познакомимся. Брак и дом – это центр всей жизни на земле. Это школа, где под одной крышей собраны все волнения, напряжения и потрясения, которые характерны для этой земной жизни. Семья – это одно из священных слов. Семья – это величие, дорогие друзья. Она сейчас немножко потоптана из-за бету. А семья – это где генерал снимает погоны, который командует армией, снимает погоны, и он рядовой в этой семье. Он спешит домой, домой, в семью, там уют, там пахнет хорошо. И ничего, что жена скажет ему, ты, дорогой мой, почисть картошечку или помой посудку. Генерал будет это делать, потому что он теперь не генерал, он теперь слуга. Брак – самый напряженный фактор в мире. Дорогие, есть напряжение в мире. Мир – это без напряжения не проживешь. Но брак – самый напряженный фактор в мире. Вся жизнь напряжения – то брак – центр напряжения. Все, в чем мы нуждаемся для того, чтобы уподобиться Христу, может быть найден в нашем доме. В нашей семье. Как это Бог хорошо сотворил и придумал. Все можно найти в нашей семье. Что для брака будет хорошо. Брак является не только социальным контрактом между двумя лицами – женой и мужем, но гораздо большее лежит в сердце брака – таинственное и чудесное. Создание Божие и достигает своей высочайшей точки, свое назначение, находясь под его руководством. Когда под руководством Божьим, брак высочайшей своей точки нас достигает, находясь под руководством Божьим. Брак – напряжение, дорогие друзья. В Библии дает высокое и святое представление о браке. По Библии брак есть совершенное и святое установление Создателя для человека. Брак – нечто пророчески таинственное и прекрасное. Охрану брака взял на себя Бог. Заступить за брак – Бог заступается. Вы знаете, что был мир первый наказан? За что? За нарушение брачной жизни. Весь мир до потопа был потоплен, нарушил это правило Божие. Содом и Гомора почему выничтожены? Тоже по этой причине. Нарушение брака. Нарушение. На брак нельзя смотреть. Чистота брака – она, дорогие, под строгим контролем Божиим. Брак – тяжелое, нелегкое время. Но оно хорошее и тогда, когда они несут обои его и друг другу помогают. В браке помогают. Сейчас мне хочется спросить их, как вы думаете, дети мои, какая главная роль ваша в браке? Устроять дом свой. Устроять дом свой. Она правильно ответила. Главная роль тебя, как мужчины, управлять домом. Дай отчет управления домом твоим. Ты – управитель. Сейчас много людей, жены управляют. Жены дома. А Бог сказал, жена – устроитель, а муж – управитель. Вот все уже женатые, подумайте, как у вас проходит дома. Жена – управитель, а муж – исполнитель. Постирай пеленочки, сбегай, воды принеси. И что такое, на побегушках? Нет, муж – это глава семьи. Это, знаете, дорогие друзья, его надо любить и жалеть, он управитель. А она – устроитель. А что такое устроитель? Это не только шторки повесить и так прочее. Это так устроить дом, чтобы там пахло всегда. Была чистота, уют, приятно было зайти в этот дом. Это жена, это роль в браке. Чем отличается любовь от дружбы? Любовь не ищет своего, а дружба хочет взаимности. Вот вам и разница. Любовь своего не ищет, а дружба требует взаимности. Поэтому, да благословит вас Господь, дорогие друзья, чтобы вы так жили, как учат Слово Божие. Главная задача, уже теперь не роль, а задача жены в браке – покориться во всем. Вот это главная твоя задача. Послушание и покорность. А твоя задача – любить. И любить, как самого себя, и как Христос возлюбил церковь. Вот ваша главная ответственность брать. Да, дорогие мои друзья. А ему понравилось управлять. Да поможет тебе Господь, в этом тоже нехорошо, неплохо. Что они должны делать вместе? Думать вместе, жить вместе, молиться вместе, надеяться вместе, страдать вместе, плакать вместе, и радоваться вместе. Все вместе. Вот так, дорогие друзья мои, так это требует от нас Господь. «Каждый верующий муж должен знать, что под его опеку дана одна душа, которая дороже всех на свете, на которую он имеет особое влияние». Ты знаешь, что Бог поручает мужу воспитывать свою жену? Она получила воспитание родителей в одном направлении. А ты должен ее так воспитывать, чтобы она была хорошей христианкой. Чтобы она хорошей матерью была, чтобы она добрая была женой. Думать вместе, да? Я хотел некоторый пункт из Библии вам напомнить. Доброта. У вас должна проявляться в жизни доброта. Ныне, в наш период, доброта – это дефицит. Поищите добра. Дефицит. Кто найдет добрую, нашел добрую жену, тот нашел благо и получит благословение от Господа. Да, кто нашел добрую жену? Будьте добры друг к другу. И никогда это не забывайте. Второе. Служите друг другу. Каждый, кем даром, какой получили. Прощайте друг друга, дорогие друзья. Если нет прощения, плохо. Умейте просить прощения. Мне нравится, когда люди умеют просить прощения и просят это великое богатство попросить прощения. Так приучайтесь, чтобы не ждать, чтобы жена попросила первое у тебя прощение. А где сам попросил в нее? Ошибаться может каждый. Признать ошибку может достойный. Попросить прощения мужественный. Возобновить отношения сильный. Такое изречение хорошее. Вы знаете, мы когда-то с Диной Михайловной, моей женой, поначалу, ну, что-то я ей сказал резко, она мне ответила, я еще сказал грубее. А накануне праздник мы легли спать и спина в спину, а враг торжествует. Вот вы поссорились. Дорогие друзья, я уснуть не могу. Думаю, но она же виновней. Она должна попросить прощения. А она думает, нет, он меня нагрубил, он должен попросить прощения. Нет, не будет так. Я разворачиваю ее и говорю, прости меня, родная. Она заплакала, ты меня больше прости, я больше виновна. Дорогие друзья, это признавать ошибку достойной. Мы часто крутимся, вертимся, чтобы не признать, выкрутиться и не признать свою ошибку. Ошибку надо признавать, просить прощения мужественной и возобновить отношения сильной. Итак, мы слышали, дорогие друзья, что сказали дети нам сегодня, что они сказали, что главная задача жены, быть послушной мужу, покориться мужу. Главная задача мужа – любить жену и любить так, как Бог возлюбил церкву Христос, как мы любим самого себя. Любишь себя, будешь любить и жену, как самого себя. Но кроме этих двух, там есть еще обязанности. Вот в жене обязанность – добродетельность. Вот мы читаем титул 2.9.10, «Чтобы также жены в приличном одеянии с тостыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестью». Значит, добродетельная. Дальше. Нетленная красота, кроткий и молчаливый дух, что драгоценно пред Богом. Уверенно в ней сердце мужа. Вот это дорого, дорогие друзья. Когда я попал первый раз в тюрьму, семь с половиной лет я получил неволе, и меня зяки спрашивают, а ты уверен в том, что жена тебе не изменит? Я говорю, уверен, у вас верующих нет измен. И вы думаете, что я ошибся? Нет. Она осталась верная все эти годы. И когда же я оказался в ссылке 10 тысяч километров отсюда на Дальний Восток, в Чамикан, я написал письмо, «Никогда ты больше ко мне не приедешь». Такие трудные условия не будет тебе здесь. Но уже в декабре месяце, этого года, когда я в сентябре привел ссылку, пробирается ко мне жена. Она поехала к Лиде Михайловне, Винс, она была туда в совете родственников Узыков, председателем. Та говорит, «Не оставляй его, на тебе шубу, на тебе деньги, езжай к нему в ссылку». И вы знаете, она добирается ко мне. Как ей было трудно. Приехала ко мне, а снег так замел, что я ее не могу до аэропорта доехать. Ничем не доберешься до аэропорта. И я с места на место перебираю. Говорю начальнику, как мне доехать? Ну, бери Урал. Урал не идет. Ведь, но у Бога свои планы есть. С ней вместе прилетел секретарь райкома, и за ним выслали амфибию. Это такой вездеход. И ее взяли туда. Возле нашей конторы, где я работал в РСУ, восстанавливается эта амфибия, открывается люк с этого танка. В амфибии выходит моя жена. Я взял ее на руки. Говорит, «Куда тебя загнали? Куда тебя заперли?» Побыла у меня несколько дней, посмотрела это, уехала, продала все движущие и недвижущие в доме, забрала детей и приехала ко мне в ссылку. Три года мы были вместе в ссылке. Другие друзья, если жена верный друг, то она очень большая помощь для мужа. Очень большая помощь. Уверенно в ней сердце мужа, я сказал. Еще, дорогие друзья, что я хочу сказать? Что очень правильно послание к Титулу описано, какая должна быть жена. послушай, Юля. Учить молодых должны стариться любить мужей, любить детей, быть целомудренной, чистой, попечительной о доме, доброй, покорной своему мужу. Видите, как учить молодых людей? Любить мужей и любить детей. Это хорошо, когда даже еще детей нету, а уже любит ее жена, уже любит деток. Она рада, что у нее будут детки, она их любит. Любить мужей, любить детей. Быть целомудренной, попечительной о доме и целомудренной. Что такое целомудрие? Это целомудрие в одежде, это целомудрие в мыслях, это целомудрие в походках, в одежде и так далее. Ведь целомудренный, чистой. Мне брат один тоже так вот в собеседовании перед браком говорит, я очень люблю чистоту, и если я приду домой, у меня не там будет все развешено, что надо, мне будет тяжело. И Бог ему послал такую жену, как он хотел, и 13 детей. Да, так что, дорогие друзья, чистота в доме, Юлечка, это на твоей стороне. Чистота в сердце, чистота в мыслях, чистота в нулевых помещениях, чистота везде. Муж тебе должен идти на работу в свеженькой рубашечке, а никогда, чтобы не было грязной рубаха на нем, или штаны замусолены, и твой халатик, чтобы всегда был чист, чисто ты должна. Ну, сейчас мы скажем и о мужьях, у мужа тоже большая ответственность. Вот он пришел домой, а жена не успела ужин приготовить. Может, имеет ли он право его отругать за это, я целый день работал, а ты ужин не приготовила. Я думаю, нет, будут вместе готовить, когда они божьи люди. Когда пригорело что-нибудь, вот, она хотела, а он посмотрел, какая вкусная картошка пригорелая, да. Или, дорогие друзья, жена дважды посолила что-то, он пришел, оно такое, как ропа. Как ты сегодня нормально все посолила и покушает с радостью. Да, вот такая жизнь христианская, дорогие. Уважение друг к другу. Мужьям любить свою жену, я уже сказал, как любить. Оказывать честь. Вы знаете, кто честь отдает? Солдаты генералам, офицерам. А муж жене честь отдает. Честь отдавать жене оказывать честь, оказывать должное благорасположение. Не быть суровым к жене. Что такое суровый? Суровый это грубый, неравный, черствый, неопрятный, строгий, жестокий. Не быть суровым. Хочется пожелать друзьям, чтобы они в жизни что-то приобретали. великое приобретение быть благочестивым и довольным. Приобретайте, дорогие друзья, благочестие. Оно на все полезно в жизни. На все. Телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Благочестивым любви. У вас должна быть любовь к Богу и к Его заповедям. Верный человек богат благословениями. Вы должны знать свой долг. Первый ваш долг перед Богом. Второй долг перед церковью. Третий долг перед самим собой и перед теми, кто старше вас знать свой долг. И я бы вам пожелал одеться в одежду искупленных. Какая же одежда искупленных? Я вам процитирую это место, а вы полюбите эту одежду. В Колоссинам 3 глава с 12 стиха так написано «Облекитесь», то есть оденьтесь как избранные Божьи святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобы. Как Бог во Христе простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и довладечествует в сердцах ваших мир Божий, которым вы призваны в одном теле и будьте дружелюбны. Вот эту одежду примерите, дома еще повторите себе ее. Муж обязан оказывать жене должное благорасположение, подобно жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж не властен над своим телом, но жена. Вместе любить Бога, любить детей Божьих, любить дом Божий, церковь Иисуса Христа, читать Слово Божие и молиться вместе, посещать богослужения. Сейчас появилось такое состояние, что собрание пропускать легко. кашлянуть иногда тяжелее, чем собрание пропустить. Как я этим, дорогие друзья, мне тяжело переносить. Собрание не покидать. Не оставляйте собрание вашего. «И благословил их Бог» Битие 1,28 «И благословил их Бог». Так благословляется человек, боящийся Господа. Это 127-й псалом. Благословение благословил их Господь. Дорогие друзья, в этом сегодняшнем дне самое большое для них счастье – это благословение Божие. Так что они уже не двое, а одна плоть. Потому что Бог сочетал, человек да не разлучает. Итак, дорогие друзья, пусть Бог благословит ваш путь, пусть в вашей лодочке с вами плывет Господь и управляет вашими путями и дорогами. Единение и единство это еще раз повторю. Уметь прощать и слушать. Друг друга прощать и слушать. Пожалуйста, преклоните колено. О любви слагаются баллады, без любви бы мир жестоким был, человеку очень-очень надо, чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, страдал, просто добрым просто добрым словом поделился и в печали утешенье дал, чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, просто добрым словом поделился и в печали в утешенье дал. Без любви нет смысла жить на свете, без любви погиб и род людской, потому и дал Господь в планете этот чудный тар любви святой. Может, ты устал в греховной битве и в своем бессилии из немок. Знай, мой друг, лишь в пламенной молитве в той борьбе тебе поможет Бог. Бог поздравил в грехах и дыхание Это клад бесценный для души, Это по наследству завещание. Завладеть тем кладом поспеши. Да, любовь, великая награда, За нее Господь распятым был. Человеку очень-очень надо, Надо, чтобы Бога он любил. Да, любовь, великая награда, За нее Господь распятым был. Человеку очень-очень надо, Надо, чтобы Бог его любил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова